Полине 16, ну и как многие девчонки сейчас, она ведет видеоблог. Она бьюти-блогер, на свою голову она выбрала именно эту стезю на русскоязычном пространстве интернета. А надо сделать маленькую ремарку с разрешения Полины, что ситуация была следующая. Ее родная мама всегда отличалась умом и сообразительностью, в кавычках, и делала такие, знаете, удивительные кульбиты судьбы. Она объясняла Полине с малолетства, что ты у меня девочка умненькая, то у меня девочка достойная, то у меня девочка хорошая и замечательная, но страшненькая. И ножки у тебя, конечно, кривенькие, и зубки так себе, и глазик косит, и волосенькие жиденькие. И как там, это есть такая очень хитрая шизофреногенная коммуникация, когда человек вас вроде бы как с одной стороны хвалит, А с другой стороны, этими капельками маленькими по чайной ложечке вам сдаивает в ротовую полость цианистый калий. И когда это делает близкий родной человек, например, мама, папа, брат, сестра, какая-то самая ваша лучшая подруга, вы абсолютно не защищены. То есть, тем более девчонки, принимающие все за чистую монету, и та с распахнутыми глазами, значит, слушала прекрасную маму. А мама, не гнушаясь ничем, объясняла новостопом на протяжении очень многих лет, что тебе нужно гордиться совершенно другими качествами. Ты у меня можешь быть там доктором наук, ты можешь получить три высших образования, ты можешь выучить 10 языков, но ты страшненькая, и ты должна сразу понимать, что ставку на свою внешность делать не можешь. Девочка безупречно красива. То есть, если мы возьмем, например, я не знаю, там, Шарли Стерон, Монику Белуччи, ее вполне можно поставить в один ряд. Очень красивое лицо, без каких-либо погрешностей. Но проблемная мама, у которой реально есть отклонение в голове, ввела ее в гипнотический транс в свое время, и накидала ей в подкорку определенных разрушительных подпрограмм. И девочка с этим ощущением живет. И малейшее вмешательство извне, то есть, она как видеоблогер, например, запощивает некий ролик. А русскоязычный интернет, интернет добрый. То есть, обязательно же выходит какая-то Гина Петровна или Езмунд Карлович, которые говорят, о, мать, ну ты страшна, ну, конечно. Ну, тебе бы или на завод пойти поработать, понимаешь, или заняться какими-то вещами, но явно не видеоблог вести о бьюти-историях, потому что, конечно, омерзительно. И человек, который был изначально фундаментально уже готов, готовила это собственная мама, она выстраивала этот плацдарм, там были комплексы, и на это еще наслаивается пара каких-то сторонних мнений от Витей Пупкиных и Маши Ивановых, начинается внутренний страшный раздрай. И у нее случился фактически сильнейший срыв, то есть, человек был готов не то, чтобы из окна сигануть, она мгновенно удалила и стерла все свои видео. Она сказала, что я больше ничего снимать не буду и не хочу, потому что я страшная, я бесталанна, ничего не получается. И, в общем, горе, оно все в аду. И ребенок был совершенно разобран, а запрос был такой очень забавный. А можно как-то вот отстроиться от всей этой истории и самооценку реанимировать? Да, можно. И делать это, на самом деле, можно не так уж и сложно. Сейчас стихи начала писать. По-моему, очень неплохо получается. Вы изначально все очень серьезно к себе относитесь, понимаете? У нас практически у каждого человека есть внутри такое раздутое, потешное, большое эго. И для эго, конечно, крайне важно, что скажет соседка по лестничной клетке, что скажет ваш любимый человек. Одобрит он вас, не одобрит. Похвалит он вас, не похвалит. Правильно ли на вас сидит эта новая платья или нет. Если обнулить эту значимость изначально, и если себя воспитывать и дрессировать в следующем фарватере, объясняя, что, в принципе, мнение людей не важно, они могут вас с равной чистотой любить и ненавидеть. Все те, кто вас, я не знаю, целует, лайкает, репостит, боготворит и превозносит, послезавтра перемеднется на чью-то другую сторону и будет объяснять, что не так уж вы хороши, умны, и, в принципе, харизматичны, конкурентны, а вот Маша Иванова гораздо симпатичнее вас в разы. Это нормальная история. Вы не можете, в принципе, опираться на чье-либо мнение, потому что оно, а, изменчиво, и эти люди могут быть некомпетентны. Как бы они вас... Это не конкурс красоты, вас не оценивают как кусок мяса, вы не обязаны вообще получать какие-то баллы и оценки. Вся оценочная система, она, конечно, для меня была крайне болезненной, допустим, еще со школы. Я, когда начала впервые наблюдать, это было в первом-втором классе, что очень часто на оценку влияет личное отношение. И кого-то вызывают к доске, я не знаю, на зло, кого-то тянут на пятерку, и кого-то действительно... Ну, человеку достаются какие-то преференции, да, а кого-то практически демпингуют, опускают и занижают ему баллы, потому что, например, он дерзкий, непокорный, хамил учителям, там, и всячески проявлял себя не так, как хотелось бы директору школы. Вот эта зависимость от чужих оценок, она крайне шизофренична, понимаете? И освободиться от этого легко – это дело привычки. Вы должны себя реально дрессировать. И every fucking day себе говорить, что как бы ко мне не относилось окружающее пространство, лайкает оно меня или говорит, что я безобразен, хулу, и приемли равнодушно, да, и не оспаривай глупца. То есть ты не можешь так сильно восхищаться хорошими оценками в свой адрес, потому что это приходящая временная история. А русскоязычное пространство интернетное, оно, конечно, в основном со знаком минуса. Очень много людей с крайне токсичными, злыми, агрессивными комментариями. Это суть их жизни. Это вообще единственное занятие, которое доставляет им наслаждение, радость. И это то, чего они искать не кайфуют. Подопустить немножко тех, кто куда-то пробился, чего-то добился, и где-то условно, ну, я не знаю, мерцает чуть ярче, чем полярная звезда. Это дико раздражает основную массу здесь. И это безумно для людей, почему-то обидно, больно. И вот этого физически нехорошо. Я когда разговаривала с Полиной, она мониторит все какие-то там центральные события светской тусовки Москвы. И был такой Татлер-бал замечательный. На этом балу были юные, красивые барышни, дочери известных людей. То есть там была дочь Димы Маликова, дочь Тины Канделаки, была замечательная внучка София Ротару. Красивые девчонки, очень красивые. Юные, свежие, восхитительные, им там 14-15 лет, они в роскошных платьях. Ну, не знаю, этим можно только любоваться, если вы нормальный человек. Вы можете поставить лайк и сказать, какие хорошие девочки, счастья, любви, здоровья, удачи в жизни. Когда Поля показала ссылку, я не помню, что это был за портал, типа Mail.ru какой-то, да, и комментарии под этим текстом про Татлер-бал и красивых нив, я была в ужасе, потому что самое мягкое было от каких-то 40-летних женщин, что воблы, селедки, дохлые, страшненькие, с какими-то кривыми ножками, что грудь могла бы быть в 14 лет и побольше. То есть в этом читалась исключительно дикая злоба и исключительно дикая зависть. Понимаете? Мало того, что красивые и восхитительные, так еще и дочери известных людей, так еще и, понятно, что родители не на заводе работают, то есть есть деньги. Но это совсем невыносимо для человека. То есть это такой тройной удар по самолюбию, когда ты видишь, что у людей все есть, они счастливы, излучают какой-то свет, но, конечно, это не может остаться безнаказанным. Относиться к этому нужно всегда философски и с пониманием. То есть вообразите себе, вы такой огромный, большой, светлый, добрый Коли Валуев, а там внизу есть какое-то маленькое пятилетнее обиженное существо, которое мажет козявками вам ваш золотой камзол и вас последними словами обзывает и говорит, что вы там есть за ничтожество, бестолочь, страшное, глупое, кто угодно. Ну, разрешите это людям, понимаете? Просто разрешите. Они имеют право говорить все, что они хотят. As you wish. Ну, пусть будет так, Господи Боже мой. Мне очень долгое время, я первое видео, когда начинала снимать, одна барышня за мной ходила, великовозрастная такая солидная психологиня, с хорошими дипломами, и она мне писала системно. То есть, ну, месяца три, наверное, это было. Every fucking day. По всеми моими видео она сначала объяснила, что Инна Сергеевна. Ну, так себя не... Ну, так, во-первых, так не одеваются. Вот этот макияж, вот это... Ну, все не так, абсолютно. Ваши позы закрыты, открыты. Я читаю ваши глаза, ваше целодвижение, все ваше невербалку. Ну, конечно, вы врете. Вступать в полемику с таким человеком – дело гиблое. Согласитесь, кивните головой. То есть, если вам какую-то упреку коммуникацию кидает, промолчите и идите дальше. Потом она начала писать совершенно восхитительные комментарии. и там было... Мне кажется, что вы напыщенная, самовлюбленная идиотка. Что на этом можно сказать? Нет. Нет. Вам не кажется. Ну, то есть, как бы... Бинго! С улыбкой. Реагируйте на любой критицизм с улыбкой, потому что любой человек, долюбленный, счастливый, у которого все в порядке с личной жизнью, который на данный момент влюблен, не знаю, весна, распустились совершенно восхитительные цветы, солнце. Если в это время человек нон-стопом продолжает кидаться в вас фекалиями, оскорблять, унижать, выискивать какую-то расширенную пору на вашем лице, оценивать правильность ваших носов, ног и рук, ну, значит, человек несчастлив, и несчастлив патологически. Вы можете себе представить, что вы счастливый, долюбленный человек, у которого там есть любимая женщина или любимый мужчина, какой-то замечательный проект, куда он может перенаправить всю свою энергию, все свои мысли. Неужели этот человек будет сидеть в интернете и писать ядовитые, гадкие, мерзкие, отвратительные комментарии? Это технически невозможно. Технически. Мы вчера, например, потратили на обсуждение одного проекта 9 часов. 9 часов была занята голова, и после этого хотелось просто прийти домой, лечь пластом и высваться, потому что ты не можешь. Там какие-то обидные комментарии кто-то написал, какие-то проклятия в личку. Опять Ольгинсы написали свои неизменные пожелания немедленно умереть и развоплотиться. Но некогда на это отвечать, потому что мозг занят каким-то созиданием. И вы должны это запомнить и всегда держать в голове, если вы занимаетесь какими-то публичными делами. Видеоблог у вас, пишите ли вы какие-то стихи на стихи.ру, издаёте ли вы книги. Что бы вы ни делали, любой критик, первое, это человек, который не стал. Он не стал поэтом, и поэтому критикует. Поэтому он не стал музыкантом, и поэтому критикует музыкант. Он не стал моделью, актрисой ему годной, поэтому критикует модель актрис. И второе, это патологически желчный, не состоявшийся, не реализовавшийся, не раскрывшийся, к сожалению, в этой жизни человек. Единственное достоинство и задача которого ходить за вами и писать на ваши пятки какие-то матерные сентенции ржавым гвоздём. Ну пусть будет так. И вы с улыбкой должны всегда это отпускать в мир и говорить, ты имеешь на это право, окей, ваш звонок очень важен для нас. Вот и всё. Человеку будет нечего вам противопоставить. Он растворится. В ответ на его чернушный удар вы, как в матрице, знаете, начинаете вот так вот прогибаться, ну и, собственно, клеветник и какой-то агрессивный критик не достиг своей цели. Очень часто эти люди пытаются раздрогать вас на эмоции. Очень часто это классические вампиры, которым хочется какого-то внимания. Это так называемые тролли. Это тоже люди с патологическими отклонениями, которые просто забирают вашу энергию. Зачем? Там, где ваша энергия, там, где ваше внимание, да, там ваша энергия. Вы не можете себе позволить разбрызгивать её на каких-то странных персоналей, которые выдумывают о вас какие-то сплетни и слухи, которые объясняют, опять же, вам, что вы генетические мусор и ничтожество. Улыбнулись и пошли дальше. Больше нет никаких реакций. И не надо накачивать своё эго гиперзначимостью и говорить о том, что, господи, как они могли обо мне так написать? Вот так они могли о вас написать. И что? Даже если это будет транспарант на Красной площади, что вы бестолочь. А вы что, от этого становитесь бестолочью? Или Маша Пупкина и Витя вам сказали, что вы некрасивые и неумные. Вы что, от этого стали некрасивыми и неумными? У вас есть вы. Если вы себя верите, и если вы себя адекватно оцениваете, если вы себя поддерживаете, и вы себя любите, то из внешнего мира что может случиться? Ах, кто-то написал вам 600 каких-то мерзких комментариев, сказал, что вы пробились не своими силами и талантами, что за вас кто-то платил, что вас кто-то куда-то пропихивал, и вы якобы чья-то протеже гнусная, бестоланная. Но подавите к зеркалу, слушайте, но поцелуйте себя. Улыбнитесь и посмейтесь над этой ситуацией. Просто посмейтесь. И вообще ко всему в жизни относитесь с большим юмором, потому что чем выше вы будете подниматься в какой-либо области, неважно, ученый ли вы, звезда эстрады, или просто какой-то относительно известный блогер, всегда будет масштабироваться поток людей с отрицательной энергией, которые будут стараться в спину кинуть вам какой-то коричневой субстанцией. Это нормально абсолютно. Собака лает, ветер носит. Ну, кто-то скажет, что вы недостойны быть на этой планете. Это мнение другого человека не ваше. Вы-то у себя одни-единственные. Поэтому я желаю вам легкости по отношению к жизни, понимать, что в этом воплощении, если все в руки пройти правильно, грамотно и здраво среди людей вы больше, ребята, не появитесь. Все будет хорошо. С улыбкой надо идти по жизни. Желать абсолютно искренне, абсолютно искренне счастья, любви и здоровья всем, кто вас там поносит последними словами, хулит и всячески пытается вас подколоть. И легко с таким непринужденным, восхитительным настроением идти к своим целям, которые вы себе наметили, чем бы вы, опять же, не занимались. Ходите ли вы на замечательный Татлер-бал, рисуете ли вы акварелью. Не позволяйте никому вмешиваться в свою структуру с токсичными замечаниями. Никогда не отдавайте свою энергию на идиотов. А если, увы и ах, эти люди находятся в самом ближайшем окружении и смеют вас демпинговать, то из ближайшего окружения их выпиливайте без сожалений. Эти люди будут вас подтормаживать. Это то, что сейчас модно называть эффектом крабового ведра, да, когда крабик пытается куда-то выкарабкаться наверх, и сородичи его стаскивают вниз, ну, потому что не нужно. Видишь, ты мне тут падишь, ты систему расшатываешь. Вот и все. Захотели написать книгу? Не надо никому рассказывать. Не взяли, написали книгу. Молчат. Потому что любой персонаж из ближнего окружения может сказать, да ты что? Да какая книга? Да оно! Ты Данцова что-то? Да я тебе умоляю! Вы открываете ресторан, человек вам будет объяснять, что в кризис, там, в Мордоре это невозможно в наше время. Ну, невозможно и невозможно. Для кого-то невозможно нарисовать там величайшую картину и написать какую-то восхитительную симфонию. Для кого-то невозможно блистать на Татлер-Бале. Для кого-то невозможно пробиться и получить восемь лучших образований и стать нобелевским лауреатом. А для вас возможно. И если вы перестанете тратить столько душевной энергии и сил на смешную критику и на какие-то отзывы в интернетах, вы просто не представляете, какой квантовый переход вы совершите и как вы взлетите вверх. Вы сбросите этот балласт. И тогда ваш огромный воздушный шар вашей мечты начнет набирать истинную высоту. Вот и все. В общем, я желаю вам любви и счастья, безграничной веры в себя, здоровой самоиронии, восхитительного чувства юмора и легкостью, ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!